приветствую вас на первом циничном канале уже записал сегодня два сюжета о применении ядерного оружия будет не будет я говорил что скорее всего не будет и вот сейчас после нагнетания обстановки уже и американцы высказывались по этому вопросу и стандартно медведев там писал всех по моему разнести но это в принципе не новость он через день примерно это пишет обращение путина буквально несколько минут назад вышло обращение путина очень интересно послушал сейчас обращение она суммарно 8 минут идет ну буквально первые мысли по этому обращению что для себя как бы вывел ну во-первых всех победят все идет по плану вообще просто все идет по плану вот сегодня тысяча первый день так называемый сло но по сути полномасштабных военных действий все по плану идет ничего не изменится все нормально россия наступает по всем фронтам непонятно только тогда зачем обращение что случилось как бы все по плану идет то что россия всех победит уже сто раз было сказано ну чего одно и то же повторять десять раз или сто раз наверное уже все по плану идет уже сказали много рассказали по плану цели не изменились будут достигнуты ракеты западного производства на поле боя ничего не поменяют ну все же уже наизусть знают елки-палки даже кто не заучивал наизусть так где-то краешком слышал уже все наизусть выучил вот зачем обращение целого президента все же без изменений уже через несколько дней буквально два-три дня после применения ракет обращение президента нифига себе к населению страны тут забавно что украина в условиях ракетных налетов именно крылатых ракет существует уже несколько лет уже два года наверное точно хотя почти три года ну вроде бы уже привыкли к выбиванию там электрики к поражению объектов а тут буквально два дня и надо же какая суета пошла решили в сто тысяч пятьсотый раз сказать что все идет по плану кстати сказали чтобы его сбила все ракеты практически обломки там куда-то упали вы кстати не обращали внимание за последнее время вот все объекты которые по моему в россии были поражены хреново тучи нпз хреново тучи нефтебаз там корабли поражались заводы какие-то нигде не написали что беспилотник попал в завод или в нпз это обломки там уже не знаю сотни наверное объектов пораженных все поражены обломками все эти обломки какие коварные ну вот здесь тоже самое обломки куда-то попадали поражение командного пункта по только по моему пострадал обслуживающий персонал все пункт цел работает все нормально вот короче все сбили тоже очень интересно когда какие-нибудь военкор из этники смеялись над зеленским который публиковал статистику периодически что там две трети ракет сбито вот здесь смотрите сбиты практически все и обращение президента если все сбиваете тогда же ничего не изменилось вот ладно короче это все вопросы риторически самое главное другое да ну еще признал применение баллистической ракеты это я уже сказал по угрожал соответственно дальше применением этих ракет развертыванием но самое главное друзья другое сколько было сказано о ядерном оружии если вы будете вслушиваться в речь путина то обратите внимание с первой точке ну как бы с поверхностного рассмотрения он угрожает всем вот мы вам тоже самое там и мы 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 ладно всем угрожает как только так сразу отомстим но если вслушаться в слова что он говорит в принципе там вполне все последовательно зеркальные меры то есть ответы будут в случае эскалации ответы будут зеркальны как так два с половиной уже почти три года угрожают намекают на превентивное применение ядерного оружия и вдруг то есть первыми и вдруг зеркальные то есть это что форме угроз высказана мысль что россии нет нет не применят 1 3 года об этом говорили путин об этом говорил несколько раз ну не то чтобы прямо об этом но брятся в оружием вот какой-нибудь медведев я буду через день об этом говорит и здесь по сути форме угроз это напоминает анекдот да как там муж женой что там муж я все решаю там не знаю сказал к твоей маме едем значит едем вот нафиг рыбалку вот примерно то же самое то есть высказана задняя фактически включена что первыми не применим по сути дана гарантия не применения первыми а гарантия не применение первыми это по сути гарантия не использованы потому что не сша не европа они не обещали наносить по россии ядерные удары вообще вот эта ядерная тема она воспаленных российских головах существует эти страны мне год с лишним не давали разрешения на ответные удары ракетами по российской территории, когда с Россией вылетает огромное количество ракет. Ядеркой никто не угрожал. Вообще, изначально войну никто с Россией не развязывал. Перешла границу российская армия. Поэтому никаких угроз не было. Сами сказали, сами откатывают. Но в форме угроз. Мужик в доме хозяин. Сказал, не едем на рыбалку, значит не едем. Сказал, к тёще едем, значит едем к тёще. Поздравлять её с 8 марта. Вот в таких примерно на тонах высказана, по сути, задняя передача включена. Очень интересно. Будем смотреть за развитием. Но, как я уже сказал, никакой ядерки не будет. И вот уже, по сути, очень странные угрозы в виде отката предыдущей позиции. А что касается ответов зеркальной, здесь читайте между строк. Для зеркальных ответов нужен зеркальный потенциал. В начале буквально войны, когда как раз Путин, может быть в очередной, а может быть в первый раз, угрожал ядерным оружием, он обмолвился, что мы понимаем, что потенциал не сопоставим. И поэтому там, я уж не помню, ну короче была угроза ядерным оружием. В случае чего. Понимаем, что потенциал не сопоставим. Так вот, для зеркальных ответов он должен быть не просто сопоставим, а зеркален. А желательно с превосходством. Все-таки, с некоторым запасом. Поэтому зеркальные ответы, ну блин. Зеркальные ответы на что? На вот эти ракеты, которых там полсотни, или может быть сотню-две дали. Или на какие-нибудь томогавки, в количестве, которого у России близко нет. Зеркальные ответы на что? Ну короче, посмотрим, что будет дальше, как будет ситуация развиваться. Но пока что мои прогнозы подтверждаются. Мне видится в этой речи, Россия включает заднюю. по поводу ядерных угроз. Ну, время покажет.